Приговоренный не видел зарю, он ее чувствовал. Что-то изменилось в падающей полоске света. Едва заметная серость начала светлеть, как светлеет туман в осенней низине, задетый отблеском молодого солнца. Упоров легко соскочил на пол. Ему хотелось привести себя в хорошую форму до того момента, как раскроется дверь, и в камеру войдут люди, знающие твою участь. О том, что они придут именно сегодня, приговоренный не сомневался. О том намекнул вещий сон с ощущением жестокости тюремных нар, ясным видением стоящих на феде церкви мамы, деда по революционному отцу, а еще коровы, сопущенные к изумрудной траве головой. Пять лет он пил парное молоко из-под той коровы, которую звали Елизавета. Очень удивился, зачем это ей понадобилось являться в его полусонное видение. Однако сильнее удивления жила в нем благодарность к ее коровьей привязанности, и Вадим не хотел просыпаться для того, чтобы прервать суетливый бег вши по животу. Сон, однако, ушел сам по себе, незаметно так исчез, будто и не являлся. Все стало ощутимо острым. Приближение казни, запах молодого пасхального солнца, осознание того, что ты готов встретить входящих с достоинством человека, умеющего прощать. Он думал, приседая о словах монаха, утверждавшего, что предел земного мужества есть бесхитростная смерть, не искажающая в нас своего первоподобия. Сделав глубокий вдох, проговорил с придыханием. — Это пока слова. Кто устоит на том пределе? Потянулся ладонями к пальцам ног, ответил. — Он бы устоял. Тебе придется решать все самому, даже если никто не ждет тебя там. Улыбнись им, последним свидетелем в своей жизни. Дальше будет все или ничего. Упоров постоял в раздумье, не заметив, как в камеру вошел старшина, получивший в подарок плитку шоколада для своих детей. Оставил чистое белье и крохотный кусок хлеба с настоящим сливочным маслом. Белье пахло карболкой, кислым трупом, который вытряхнули из него, прежде чем отдать в стирку. И все-таки то была забота о нем, отчего в зеке зашевелилось то же чувство признательности, что и кивившийся в его сон корове. Он готовил себя к последней улыбке для палача. При звуке решительных шагов у входа в камеру, молча встал снар, расправляя, холодными пальцами мятый воротник рубахи, шепча застрявший в детской памяти кусок дедовой молитвы. «Милосердный Господи, даруй мне покаяние!» Приговоренного не испугало, закрыто лицо прокурора. Таким он себе его представлял. Профессионально, значительным. Следом вошли двое, в одинаково черных драповых пальто и синих кепках, восьмиклинках. «Члены общества сытых пролетариев», — подумал о них Вадим, но рассмешить себя не смог, потому что мышцы на лице вдруг предательски одеревенели. «Заключенный Упоров Вадим Сергеевич, ваша просьба о помиловании...» Здесь он просто не мог не прерваться и не посмотреть на окаменевшего перед ним человека. Все выглядело так, словно решение еще не принято. Его следует хорошенько обдумать, прежде чем произнести. Еще, кажется, губы прокурора склеились навсегда, срослись и уже никогда не разомкнутся. Молчание течет в помедленной крови с холодной тяжестью приближающейся смерти. Верховным советом удовлетворена. Высшая мера наказания заменена двадцатью пятью годами исправительно-трудовых работ. С отбыванием срока наказания в колонии легкости все нет, и кровь по-прежнему тяжелая. Тяжесть ее способна уронить ослабленное тело. Зэк ловит рукой краянар. Он не способен даже радоваться. Слишком трудные чувства. Кто-то приходит ему на помощь, прижимает мягкие прозрачные ладони к ушам, и слова строгого прокурора идут мимо слуха в грязную, небеленную стену камеры смертников. Субтитры создавал DimaTorzok